Я командир добровольческого подразделения, сейчас специальное подразделение, Исаакаев. Нужно было придумать псевдонимы для всех бойцов. Я долго не заморачивался, у меня старшего сына зовут Исой, я взял имя его. А фамилию придумал, ну, в руках автомат Калашникова был. Ну, уже с 14-го года мы участвуем в обороне нашей страны, в защите ее. В территориальной ценности и, в первую очередь, в защите свободы наших граждан. Сначала начался Майдан. Ну, как бы, Крым далеко был от Киева. Было очень много споров. Вот, среди моих, вот, мы близкие товарищи, мы собирались иногда, говорили о этой теме, но кто-то считал, что это ни к чему не приведет. Я и там некоторые из ребят надеялись, что это все может измениться. Ну, потом, после того, как Майдан победил, ситуация очень сильно стала меняться. Вернулись наши крымские Беркут в Крым. Сразу там началась такая, все вот это вот русское, российское, оно все начало вылазить из подворотина. И сильно очень это, ну, было похоже, что они переходят, скажем так, в мягкое наступление. Мы участвовали в митинге 26 февраля, то, что был вот этот большой митинг. К сожалению, мы подумали, что мы победили, потому что, как бы, не дали мы провести на тот, в тот день. И мы, ну, в большинстве с вами разошлись по домам, и вот в это время произошел захват министров Крыма. Ну, после этого уже было понятно, что Крым будут оккупировать. Мы стали искать возможность как-то вот, ну, организовать сопротивление какое-то, может, партизанское движение или подполье какое-то. Ну, на тот момент, видать, они уже заметили, что, ну, там я и еще несколько ребят, что мы довольно-таки активные в этом вопросе, я заметил за собой слежку. Машины стали за мной ездить, под домом машины стали стоять, люди стали за мной ходить, какие-то непонятные. У меня такого страха, ну, не было, но я понимал, что надо уезжать, потому что, ну, ну, не стоит, короче говоря, ждать, когда они тебя увезут. И поэтому мы выехали, ну, выезжали мы, конечно, было такое, как в шпионских фильмах. Мы купили билет на поезд с товарищем из Симферополя, приехали, не поехали на вокзал, мы приехали сперва там в супермаркет большой, там зашли в этом супермаркете с одним товарищем, там другие ребята были наши, они нас подстраховали. Мы зашли, поменялись верхней одеждой, вышли оттуда, сели в другую машину, эти ребята сели в нашу машину, когда мы увидели, что те, кто за нами следил, уехали за ними, мы на этой машине выехали в Джанкой, это 100 километров от Симферополя, и там уже сели в этот поезд. Я, например, тогда понял своих родителей, свою бабушку, вот она всю жизнь мечтала, вот мамина мама, она всю жизнь мечтала в Крым вернуться, она так и умерла в Узбекистане, не суждено было ей вернуться в Крым. 18 мая, это же как бы депортация крымских татар, она была такая поэтапная, еще со времен, как Российская империя оккупировала Крымское ханство, ликвидировала его, скажем так, уже с тех пор началась такая сначала, вот как они сейчас в 2014 году сделали, создали такие условия, что крымские татары стали волей-неволей выезжать, как бы такая добровольная, скажем так, условная депортация, вагоны никто не грузил, но просто людям создали такие условия, что они понимали, что им тяжело жить, и кто не мог сопротивляться, они выезжают. Как бы первые годы, когда Российская империя вошла в Крым, она именно таким образом и поступала. И вот 44-й год, это последний, когда уже вывезли то, что осталось. Когда Крымское ханство было оккупировано Россией, когда мы ликвидировали это Крымское ханство, ну, крымских татар, насколько я знаю, там плюс-минус где-то в районе 3 миллионов проживало там. У нас на сегодняшний день даже полмиллиона нет в Крыму, и материков этой территории Украины, если всех нас в кучу собрать, нас даже полмиллиона не собирается. О том, что это геноцид по отношению к нам, наверное, у нормального, здравого человека не возникнет вопросов. Когда наступил такой период после 2014 года, я уже каждой своей клеточкой ощутил то, что бабушка моя ощущала. Я не могу туда вернуться. Как бы это мое родное, я хочу туда попасть, я не могу. И я понял, что по-другому ничего не получится. От того, что я буду сидеть, тосковать и лить слезы, ничего не изменится. И поэтому я решил для себя, принял решение взять в руки оружие. С точки зрения религии я должен защищать свой дом. Я должен, обязан защищать свою честь, имущество, свою кровь, свою семью, свою свободу, свою родину, свою землю. Это как бы укрепило меня в этом. Потом я услышал о создании подразделения Донбасс добровольческого. Для меня это было такой толчок, мысль пришла, почему бы нам свое не создать, почему бы не начать с этого. На самом деле сейчас для нас главная задача удержать на материке свои территории, выбить, удержать это все. А потом уже мы будем возвращаться в Крым. И я не знаю, с того времени я не сомневался, что мы вернемся обязательно. Ну это будет обязательно вооруженно, это не политически, я даже не сомневался в этом. Ну 14-й год прошел уже вот так вот в организации подразделения. Потом мы участвовали в разных мероприятиях. Там наша, знаменитая наша, это Саур-могила, штурм удержали. Первое боевое задание наше было. Я познакомился с Игорем Гордеичуком, с Игорем Владимировичем Гордеичуком. Он тогда был полковником, он тогда был начальником разведки АТО. По звону у него был сумрак. Говорит, твоя помощь нужна. Я говорю, хорошо, ну вот сколько у тебя есть людей? На тот момент у меня было шестеро все у нас было человек, ну которые съехались еще, остальные еще не успели подъехать. Мы шестером поехали. К сожалению, проблема была в том, что среди нас ни у кого не было боевого опыта. Никто из нас не знал, что это такое. У нас все ребята были сувы гражданские. Мы когда вышли с машины, высадили нас. И хлопцы у меня спрашивают, вокруг меня стоят, говорят, что надо делать? Я говорю, смотри, вот там враг наш. Видишь, стреляешь? Не видишь, не стреляешь. Подойдешь ближе, говорю, можешь кидать гранату. Помнишь, говорю, как гранату надо кидать? Помню. Все, поехали. Ну я вам скажу просто, самое, то, что у меня все очень сильно запомнилось, это то, что как мне было тяжело бежать наверх, когда на тебе висит этот бронежилет старый советский, который вважит, наверное, где-то килограмм 16 или 15, я не помню. Он был очень тяжелый. Мне было очень тяжело. Потому что после первого раза, как мы туда наверх поднялись, у нас как бы первая атака захлебнулась, у нас командира десантура его ранила, а бойца одного как бы погиб. И мы откатились вниз, и теперь все сидим, вот теперь как бы общаемся, что делать дальше? Я говорю, хлопцы, давайте штурмуем, потому что, говорю, ну в третий раз я туда наверх уже не поднимусь. У меня уже, говорю, вам, говорю, лет по 20, а мне на тот момент уже было под 50. Я говорю, мне очень тяжело с этой штукой бегать, понимаете? Если я, говорю, еще туда наверх залез, в третий раз я уже точно не добегу, я посередине умру. Вот, и мы туда наверх поднялись, и сперва закрепились, потом, получается, ядро группы у нас осталось, как бы оттянуло весь огонь на себя, и две небольшие группы пошли, одна слева, другая справа, в клещи взяли. И когда эти ребята смогли обойти их, и там с гранатометов, с автоматов начали, открыли огонь, им пришлось отойти, и мы тогда уже вошли, закрепились на саурмаге. Мы провели там первую ночь, первую ночь такая была более-менее спокойная, нас практически никто не трогал, они как бы не могли еще понять, оставили они ее или нет. Ну, на следующий день, конечно говоря, они начали нам сам хорошенечко по нам работать. Была очень серьезная задача, и слава богу, что мы смогли с ней справиться. Благодаря тому, что мы ее удерживали, подразделения ВСУ, которые попали в мешок, смогли потихонечку, с минимальными потерями, отойти оттуда. Потому что если бы мы не удерживали саурмагилу, их могли бы взять в оточение, и там могло бы быть намного хуже все. Понимание того, что рано или поздно противник на нас нападет, наш враг, и что все перерастет в крупномасштабную войну, как бы было всегда. Мои знакомые, друзья, которые были в ССУ, связались со мной, сказали, вероятность практически стопроцентная, надо собираться, готовиться. Но это было где-то ноябрь-декабрь месяц. Ну, когда команду дали, мы все собрались, съехали, взяли оружие и стали заниматься тем, чем занимались раньше. Ну, уже как-то все было... Наверное, все-таки то, что мы как бы ожидали, это были уверены в том, что это произойдет, и были... Самое главное, морально были готовы к этому, как бы у нас особой такой суеты никакой этого не было. Просто приехали, как бы делали свою работу. Я понимал, что эта дорога домой началась. Все. Я это только так воспринимал, что вот мы теперь возвращаемся домой 100%. И сейчас я так считаю, и не сомневаюсь в этом. Первая задача для нас была, мы организовали блокпост в Куреневке, вот, и две недели где-то мы там пробыли, а потом нас бросили уже, сказали, под Белую церковь. Мы туда уехали, там вероятность прорыва противника была. А потом мы выехали под Матыжин и практически уже, пока Киев не освободили, вот в том направлении двигались. Нишала. Взяли Матыжин под контроль. Наши братья-вуджаи, Нишала. Нацгвардия тоже подтянулась. Техника тяжелая подъехала. Короче, и гора. Нишала. Исабили-ля. Взяли под контроль. Центральная часть. Нишала. Вот прям месяц был. Скоро полосы. Захватим. Вот мы заходили в Матыжин. Это первое село, которое вот, ну, я, мы еще тогда ни про Бучу, ни про что не знали. Это вот только-только начиналось это все. Он, я, он там, таких серьезных разрушений не было. Но то, что они там убивали, насиловали, грабили, ну, как бы мы с этим увидели, мы общались с людьми, мы видели людей, мужчин, которым там колени поломанные, пальцы вырванные, все вот это дело. Женщин замученных, когда с этим всем столкались. Ну, видишь, когда людей, которые все это пережили, они, когда тебе в прямую все это рассказывают, не от кого-то там или не по телевизору, а когда ты все это видишь, когда при тебе раскапывают могилу, в которой лежит несколько человек. Женщины, девушки, ребята, дети, мужчины. Конечно, оно очень сильное впечатление оставляет. Состояние было очень такое вот. Оно как бы сейчас, я не скажу, что оно притупилось, а просто я его стал контролировать. Вот, ненависть. На таком уровне, наверное, я не знаю, как этот уровень назвать. Просто он очень хладнокровный такой вот. Поэтому с этим народом по-другому не получится. Мы когда в Матышин заходили, многие думали, что это чеченцы сначала, местные. Боялись. Мы им кричали. Многие из нас, к сожалению, ну, я имею в виду взрослые ребята, кто есть, они украинского, ну, мы-то не учили украинский язык в школе. Мы, если так что-то можем сказать, а так читать, писать украинскую мову не умеем, к сожалению. Но среди нас были хлопцы, которые знают хорошо украинскую мову. И вот они там, мы там свои ребята, не переживайте, все нормально. Мы крымские татарцы. Мы не кадыровские, мы чеченцы. Мы нормальные, все, ребята, не переживайте. Вот так потихонечку-потихонечку люди подтягивались. И потом уже общались. Люди готовы были последнее принести. Вот настолько вот у нас народ все-таки такой, как бы им тяжело не было, всегда готовы делиться. В Херсон мы когда заходили, и там вот эта радость, эйфория, то, что люди как встречают нас там, вот это очень сильное впечатление стало. И я так думаю, представляю, ребята, Суханова, как наши будут нас встречать. Они, говорю, всего тут плюс-минус год, говорю, без нас были. А там уже, говорю, 8 лет. Представь, как они нас будут встречать. И вот это то, что люди нас так встречают, дети, взрослые, мужчины, женщины, блин, это нас настолько вот было, настолько трогало, настолько вот до слез просто вот, не знаю, душа аж пела, радовалась. Все вот оказалось, даже вот эти все неприятности, которые на этом пути тебе встречаются, эти, там, тяготы, которые бывают, там, холод, еда, мороз, там, все это. Кажется, ерунда. Ради этого можно терпеть. Что наиберше, что сделаете, когда туда повернетесь? Ну, наверное, в первую очередь пройду к своим родственникам, потом проведу могилу своих родителей, а потом соберу всех своих побратимых, за один большой стол. И вот празднуем побегу. Ну, наверное, одна из тоже таких вот у меня есть навязчивых идей, это в первую очередь Симферополь, снести памятник Екатерине и снести памятник Ленину. То есть все поставите? Пока ничего, фонтан. Симферополь